Сегодня героем телемарафона «Спешите творить добро» стал Денис Элистротенко. Первый диагноз, который поставили мальчику, это эпилепсия. Впоследствии появились другие заболевания. У Дениса проблемы с осанкой, ему трудно ходить. Чтобы чувствовать себя лучше, ребенку нужно каждый день заниматься на велотренажере. Для семьи Денис это дорогостоящая покупка. Помочь ему решила телезрительница. Сегодня Денису доставили подарок. Собирать мозаику – любимое занятие Дениса Элистротенко. Пока он может соединять только крупные детали. На то, чтобы собрать одну картинку, может уйти больше двух часов. До четырех лет Денис Элистротенко был обычным ребенком. Никаких проблем со здоровьем. А потом стали случаться приступы. Врачи поставили страшный диагноз – эпилепсия. Денис не смог посещать школу. Самолет. Буква. Нет. Запоминаем мы очень-очень сложно. Мы можем полгода один стишок маленький, четверостиший учить. И через 15 минут его забыть. Мать мальчика делает все, чтобы в будущем ее сын смог вести самостоятельную жизнь. Денис старается, хотя каждое действие дается ему с трудом. Мать купила специальную игру, которая помогает научиться самостоятельно завязывать шнурки. Нет, это не его стихия. Машинку на пульте, кнопки нажимать – это мы запросто. Любые массажи ребенку запрещены. Единственный способ улучшить состояние – это тренировки. Семья давно хотела приобрести велотренажер. Но собрать деньги никак не получалось. Все сбережения уходят на лекарства. Не ожидала, что вам кто-то сделает такой шикарный подарок. Огромное вам, конечно, спасибо. Помочь Денису решила хабаровчанка Ольга Немненко. Об акции «Спешите творить добро» она узнала из репортажей телеканала «Губерния». Новый тренажер стоял в ее квартире без дела. Помогли доставить подарок сотрудники Краевого министерства соцзащиты. Увидели передачу, посмотрели. То есть надо. Сами-то сходим, куда-нибудь позанимаемся. А ребенку важнее. Денису тренажер понравился. Крутить педали вперед у него пока не получается. Но он обещает, что научится. Александра Теплякова, Павел Легалин. Для программы новости.